Обнимай еще раз. Кстати, я сейчас только что с Ольгой виделся. Она здесь? Да, она прямо сейчас здесь. Я как раз звонил ей. Она на первом этаже, только мама лежит. Она операцию сделает, чтобы ее бедра поменять. Да, она сейчас ее там водит, кормит. Ну, так ухаживать за ней здесь. Так, завтра Пасха. У тебя будет возможность пораздавать. Материал. Это Евангелие там. А ты вам? Братья, это не надо меня нагружать. Мне же отсюда еще выезжать. А какое тут нагружение? Я не смогу столько тут раздать. Ну, возьми сколько. Я возьму. Возьми 5. Да там, они живут. Я же нормал возьму. Маленький возьму, они нормальные. На золотого, знаю. Вот так вот, смотри. Пакет тебе нужен. Пакет у тебя есть. То есть у тебя уже вероятность, что ты в понедельник будешь справиться. Да, да, да. А здесь это не для раздачи. Это тут не тот расклад. Не, не к тому, что может быть Пасха все-таки. Там у себя туда-сюда раздать. А Пасха людям это... Пасха это куличи. Сейчас мы ехали возле дома. А молоко чего? Пожалуйста, молоко будете? Мне что ли? Да вы что ли? Простоклашка, стиснется. Я тоже бы полагал, что... Не, ну вы предположите сами. Такими дозами. Ну, привезли бы вы мне 200 грамм. Ну, это когда... Марина попьет, собаки у тебя есть. И что там дозами будем тебе милить? Не, ну... Ну, допустим, я вышел в понедельник, и я могу и купить это что-то от себя. Ну, это тебе брат Игорь Глушков передал тебе на подарок. Слушай, давай ты возьмешь себе, Сережа, это от меня тебе подарок. Да дареное не дарят. Ну, как не дарят это? Здравствуйте. Сереж, оно сквасится, и как раз на понедельник можно уже будет приедать. Сереж, ты вот такими дозами, ну, ты можешь петь. А я не знаю еще, что мне можно, что нельзя вообще. Ну, ты же не один, говорю, у тебя собаки, Марина, ну и все. И что, я буду собак поить, что ли, таким, драгоценностью? Да, ну, ты даешь. Ты лучше сам попейся, Реш. Да у меня... Что? У меня Глушков живет, у меня этого гуталина. Я и шлю, кому попало. Ну, слушай, тогда поставь себе в холодильник, мне потом тогда отдашь. Ну, а здесь в холодильнике нет. Да лучше тебе молоко не взял, мне просто квашу. Я тебе и принес, чтобы оно здесь парквасилось. Да, это меня снимают. Здравствуйте. Я в больнице тут лежу, они меня снимают. Все, больше никого. А зачем? Ну, это для наших из Мопалит. Архив идет. Наш архив. Наш. Только здесь. Наш групповой. Не надо здесь все это. А это просто... Видеокамеры стоят. А это только для того, чтобы показать, что это больница, больше ничего. Все, обошли, разок я готов. Тут никто ничего не смотрел. Мне вот такими дозами не надо брать, не надо, ничего отливать не надо. Тут достаточно кормят хорошо. Тут пюре дают, обшичку дают. И это сегодня вот Геркулес был. Геркулес был. Сутки. То есть, все жидкое. Такая манная каша. Прям там одна лесинка за другой гоняется. Сейчас какие-то новые технологии, что не разрезают тебе. Да, да, да. Мне операцию делали прям через зонт. Зонт какой-то, да? Да, такой толстый зонт. Называется ФГС. ФГДС. И его туда запихивают. Там лампочка такая. Там видео-система стоит, освещение капитальнейшее. И выводится все на огромный телевизор. Вот такой же телевизор. Здоровый, конечно. Так а там что на нем? Она что-то щипает, режет или... Нет, нет. Там все не просто. И этот телевизор, он цветной. И вот куда... И ты сам себя видел? Да, я прям вот так вот положили. Я вот так лежу, а телевизор вот так немножко ко мне. А вот это хирурги стоят вот так. Вот так два хирурга стоят. Там стоит медсестра, которая манипулирует этими приборами. А с этой стороны, здесь сестра, она вот этим шлангом манипулирует. Короче, там целая система. Ну я смотрел сколько мог, а потом мне уже все время. Дело все в том, что они когда там мне делают чик, такие приборы, вот такие скальпельки, как вы это... Она на конце шланга, там роботы, там ножницы что-ли что-ли что-ли? Нет, там, да какие... Там они меняют приборы, меняют. У них ключи целые. Они один достали, другой подзасунули. На тросик. Через шланг. Ну все. Трубка уже стоит, да? Да, трубка стоит. Здесь у них такая приборная панель. Там дыра, оттуда желчь постоянно летит, потому что напрямую живут. И они все в фартуках ставят, закрытые напрочь, чтобы... Почему только не в очках? Ну потому что очень тонко все. И там вот эта вот перистатика, которая внутри меня, внутренние стенки желудка, она как змея двигается все время. Вот так вот, волнами. И это очень плохо, очень говорят. А у меня волнение такое видать еще, я же живой. А эта женщина сзади какая-то, там еще две медсестры или три вокруг было, я просто их не видел. Она говорит, а он двигается, а этот хирург, который манипулирует, двигается. Но он же живой еще. Мне так как бы было весело, но не до такой степени. Два часа. Два часа, ого. Дело все в том, что у меня было... То есть это... Она сказала, что это мой лечащий врач. Это Алина Евгеньевна. Она сказала, что у меня не просто нестандартная ситуация. Она говорит, что в априоре то, что у вас есть, оно не должно быть. Не описано на медицинском справочниках. То есть у меня воспалился сосочек, который выходит в желудок, а к нему подходит желчный тонкий канал. И этот сосочек впрыскивает дополнительно желчь, когда пища жирная. То есть, допустим, какое-то обилие пищи идет, или обилие пищи, или жирноватая пища. И там желчного сока не хватает, который туда поступает через каналы. И тогда этот канал начинает работать. Понял, как у нас все устроено? Это вообще наш мак. Я просто поражаюсь премудрости мужик. И этот сосочек, он взял, воспалился как-то, и перестал впускать эту жидкость. И теперь у меня, допустим, чуть больше жира, жирового. А мне Марина уговорила как раз пить кедровое масло. А я так не хотел его пить. Она говорит, нет, пей, нет, пей. А оно жирное? А оно кедровенькое, а оно такое, короче, типа рыбьего жира какая-то. Только отрыжка кедровая. Он говорит, я тоже хочу, я говорю, зачем тебе это надо? Оно нехорошее. И точно, мне не пошло вообще. Короче, у тебя жир поступил, а этот распалился, и у тебя получилось. Да, да, это было просто концовка уже. Это просто уже, ну, обнаглить надо. Пить просто масло это. Ну, ладно бы там какое-то было, какая-то пища там такая. Ну, ты сверху добавишь. Ну, тебе, ты, хорошо, тебе сейчас его залечили, этот сосудчик? Его не залечивают, его попытались мне пробить, канал этот. Сосочек он же как спускает. Ну, как, если это, туда дует, да. Форсунки, короче, прочистили. Да, форсунка, это форсунка. Я тоже недавно чистил. Думаю, как называть. Форсунка, это натуральная форсунка. Тоненький, тоненький такой. И они пытались разными инструментами зайти. Нету такого инструмента. Они не нашли такой инструмент, тоненький, чтобы прочистить. Нет каначек. Тогда там этот хирург уже, ну, женщина мучилась. Мучилась, ему же. Она говорит, Борис Николаевич, давайте, говорит, уже вы. Что-то я, говорит, уже. Руки у ней. Они вот так джойстиками, понимаете? Как джойстиками. И вот это режут, так все. А там у них отсос сразу стоит. Потом они подают туда физиораствор, чтобы омыть. И тут же раз, отсасывают все. Я прям смотрю. А вначале там все в желче было. Они всю желчь отсасывали, отсасывали, отсасывали. Крутят, крутят, крутят. Туда, сюда, туда. У меня эти кишки вот так проявились. Короче, больно такое. И потом начали, он начал его рассекать. Какой-то специальный туда инструмент засунул. Он как коготь, высовывается, как коготь у кошки. Раз, такой маленький коготочек. Как серпик. И он им, щик, щик. И я смотрю, кровь прям, вот, кровь. Это, это, убрать. Это, она раз убирает. Чик, когтя нет. Он раз, кровь это все высосала. У меня здесь больно. Я такой, ой, молчать. Короче, я смотрю, он чик, у меня, ой, больно. Ну, прям, ну, это, да, такой, ну, как бы, знаешь, ну, как бы, вот, как мне липом делали на спине, вот, такой пятак, этот, жировик. Ее обкалывают. И потом прям, зарезают натурально, прям, скальпелем. И вытягивают. И когда вытягивают, там есть метастазы. Вот, 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 такие идут от этой липомы. И вот они, это, не в действии, это, заморозки. И вот такая боль. И ты чувствуешь, что боль на тебя, прям, тянутый, такой, ой, прям, ты вытягиваешься за болью. И вот здесь то же самое. То есть, они не могут тебя бездвижить, не могут тебе, там, ввести какие-то лекарства. Потому что все должно быть живое. Они должны все видеть, вот, наяву. Потому что, если это все, допустим, обколоть и потом делать, то потом, как оно поведется? И вот, короче, они до тех пор, вот, все резали мне, резали, резали. И потом я, я уже, вот так вот, уже упал, все, я не могу. Все уже выдохся. Уже слюни у меня тут текут, желчь отсюда вся изо рта. И я, ну, я уже последние полчаса, прям, только молился, и все, господи, да, помоги-то им, господи, да, направь-то им, господи. Я второй раз не вывезу здесь всю эту коляску. Не смогу, наверное, ну, может быть, смогу с твоей помощи, но это тяжело будет. И в конечном итоге слышал, о, желчь пошла. Я думаю, о, а я еще так, как-то мне на сердце положил, господи, да, как-то, когда начнут возбужденно разговаривать между собой, значит, что-то достигли. И тут, просто, и они начали между собой, тут, 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 что-то заговорили, он телефон начал все по телефону, перезваниваться, что-то там, потом. Давай еще дополнительно, давай, а потом это что-то. А это делать или нет? Корзину делать или нет? А это медсестра. Борис Николаевич, ну, как мне делать-то? Ну, уже скажут потом, а что вы все сделали, корзину не сделали. Я такой думаю, да что же там за корзина, глаз открываю. Смотрю, они такую сеточку, как фильтр какой-то. Такая, знаешь, как вот гелевая паста есть, такая толстенькая, она 0,5, и вот такой вот, вот такую. И засовывают его туда. Раз, засовывали, я смотрю, он в телевизии появился. Ну, думаю, дальше понятно, ну все. И они вот этой корзинкой, вот этот канал, короче, начали чистить. И вот он развалился, вот так весь, но они его вот так розочкой весь растекли. Ну, как плитку режут, чтобы дырку сделать, помнишь. И потом отпиливают, так же точно они все. И все, и прочистили. А они чистят, а у меня же вот болит, ну, там боль такая. А я все понимаю, что оно мелкое, но это же все каналы живые, они не болят. И вот именно в том месте болят, где вот меня ударила эта боль, когда я привезли к своему роману. Я думаю, ну надо же, как они все. Ну, а потом уже через два дня или три. А я же пожелтел весь, я же был желтый, как лимон. Два зажелтые такие, как у грудолага. Али, Мариш, что, нажался телефон? А, нажался, Мариш, наверное, ага. Ну, я тебе звонил до этого, но сейчас-то я не звоню. Ну, ладно, потому что, ну, помоги, господи. Она заболела, Марина, тоже что-то. Ну, она со мной совсем что-то. И я на нее плохо действую. Со своими больными этими. И главное, они начинаются, когда я не знаю, приступы. То один, то второй, то третий. Ну, и когда второй уже был, я уже понял, что они в том дело. Никита видел, я все время сидел в этой... И у меня слабость постоянно была, отдышка, слабость, фотоотделение, температура. Так, ну, и чем закончилось-то, что они тебе поправили? Ну, все, они его прочистили. Ну, она сказала, говорит, что это сосок называется как-то, бёфор, что ли. Ну, короче, там у них все терпят... То есть они впервые с этим столкнулись? Да, да, они не сталкивались с этим. Ну, может, где-то кто-то тут столкнулся, но они не сталкивались с этим. Короче, я задачу им поставил. А это сама, которая, хирург, женщина первая. Она, да сейчас будет, сейчас подождите. Ну, сейчас, сейчас, попадем сейчас. Такая, потом... А потом уже прошло часа-полтора, но она... Борис Николаевич, заглядывает в телевизор, я что-то ничего не могу понять, что происходит у нас. Что-то я уже отказываюсь понимать, в чем дело-то, что-то... Я, да, 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 Господи, помню, чужих... Ну, он начал болеть, чтобы Господь помог им. И мужик-то, ну, поувереннее. И он, давайте другим путем пойдем. Короче, другой поставил такой скальпель острый. Вижу такая сапка, будем мать. И он начал нацекать, нацекать, и потом... Короче, он этот сосок развалил. Нету соска у него там. Если есть, то там частично что-то... Как там чуча будет работать это все, никто теперь ничего не знает. Ну, главное, что они тебя вывели из этого состояния. Ну, да, но она меня отправляет, отправляет к онкологу. Гаст-какой-то там еще, оренголог. Оренголог? Ну, то есть, непонятно, от чего все это может быть. Может быть, это какие-то изменения даже и злокачественные, или что-то... Она говорит, ну, возможно, это вот все ваше питание постное. Постное, возможно, говорит, я... Ну, а скорее всего, этот, вот этот, недельный пост. Я переставался постное. У батюшки благословения я спрашивал. Ну, как бы спросил, но таким тайным образом. Батюшка позвонил, я говорю, ну, не слови-ка, на что я, да, на доброе дело, вот доброе дело себе придумал богу. Думаю, сейчас скажу, он же скажет, да не надо же. А как я похудею тебе, думаю, я, ну, сам себе думкой, дурак-думкой бы хотею. Вот она бы хотела. Ну, хотел без помощи Божьей, со своими силами все. Ну, да, вроде того, получается, да. Как бы в содействии возьму пост, ну, под такую сурдиночку и проскочить. Ну, проскочил, до сих пор скачу. Мячик. Ну, до Пасхи не успел я. Там вот это, там называется, в желчи, такое есть маркер, называется Белирубин. Вот когда Белирубин больше 25, больше 30, человек начинает получать желчь, он начинает заходить в кровь. Кровь начинает густеть. Ну, и понятно все, что, ну, и смерть, закупорка сосудов всех и так далее. И первые признаки, человек начинает желтеть. Ну, короче, вот я начал желтеть. У тебя было предсмертное такое состояние? Короче, я пожелтел весь, глаза там все. Кровь начала густеть? Не, ну, у меня еще не до такой степени начало густеть. У меня там был, я так понимаю, даже сотни не было. А вот там вот парень сейчас рядом лежит, у него было за 200. У него прям желчь порвалась. И желчь, прям из желчь, из желчь потекла просто, везде потекла. И вот у него отсасывали, его 11 часов спасали. А вообще желчь нужна для того, для нейтрализации жира, что ли? Да, желчь для того, чтобы переваривать пищу какую-то последнюю. Ну, то есть создавать специальный микрокин. Странно, по идее-то, в пост жира нету и наоборот, ему соскута хорошо отдыхает. Или он без работы соскучился? Он не просто был без работы. Без работы там был весь шелудок. Я же где-то около трех суток не пил. Ну, то есть если я воду еще пил, водичку немного хотя бы, она работала там, что-то происходило. А тут вообще ничего, он там сок, сок, сок и... Потом вот это кедровое масло, да вот это все. Да, это кедровое, это потом уже все допило, это уже... Там, не... Это уже как конец все. В общем, надо просить благословения и под подвигами монашескими... Не увлекаться особо. Не увлекаться, да. Не каждому это... Да были бы, были ли они монашеские подвиги какие-то или еще что-нибудь, ну, может, что-то и было. Ну, устраивали рекорды. По 15 фиников в Александрии я тоже готов попустить. Дайте мне этот оазис, где они ели эти финики. Финики по килограммам, наверное, яйца. Как сливы. Финики, они больше даже там у них есть. Как яблочки. Ну, а это... Ну, вот, приезжал отец Афанаил с Крита. И на Крите он набрал из рожкового дерева этих кладов, которые ел мудный сын. Говорит, ну, не ел, вернее, его никто не давал, а собирал их. А почему никто не давал? Я все время думал, почему никто не давал мне? Ну, свиньям же их дают. Что бы там... Ну, сам подкрался, взял. А оказывается, это вкусная штука. Она вот... У меня там кусок еще лежит. Вот такой небольшой. А это вот такая, как боб. Вот такой ширины. Толстая. И там какие-то плоды есть. Это все сушится. Вот такая здоровая вещь. Короче, их штуки три и поешь нормально. И потихонечку кусаешь. Оно на вкус, как наша, взять, ну, какая-то пастила на вкус. Сладковатая такая и мученистая. С ягодой и как бы сахару к нему. Очень приятная вещь. Я прям поел в сложности. Я, ну, как я бы ими пытался. А никто, говорит, ему не давал. Потому что... Вольно хорошее, да? Вольно хорошее. Свиньи и сами съедят. Ну, тебе они сейчас что это рекомендуют-то? Сейчас мне пока что рекомендуют лечиться. Сейчас я еще в воскресенье утром буду взять. А по питанию они там говорят, что там бросайка все будет? Ну, сейчас диета, у меня диета, она идет диет. А, есть. У меня, пятый стол, это все можно по понятиям больницы. А, а не все можно, что тащите мне молока по второму. Ну, понятно, понятно. Или там делайте просто хишку, я буду пить, ничего. Ну, парнишка рядом со мной лежит. Тебе сейчас надо аккуратно выходить из поста, чтобы... Ну, что же... Ну, это... На мясо, на молоко не налегай. Это псевма, да. Да, да. Это не только тебе, а в особенности болящим. Да, да, да. Кто этот цехок... Кто ничего не было, ему плохо. Сейчас обилие будет, еще будет хуй. Да, ты что, какой жид-то. Не, вообще, не жареного, не жирного, не острого. А, то есть тебе все-таки это... Уже все, как ему сказали, конечно. Не курить. Не пить водку. А там, что ты, люди, вот, курят, вот, лежат. Я ему говорю, ты что куришь-то? Он еле ходит, вот так что ходит, шатается. Ну, такое, как полотно. Что-то, что-то... Да, я... А, я ничего не ел. А, ничего не ел, идет куриц. От него куриц табачищем воняет. И главное, куриц в туалете сам. Ты что в туалете-то не куришь? Нету ни вытяжек, ничего, ты что, не видишь? Я ничего не вижу. Где-то надо курить. Да остановись прям хоть где и кури тут. Это легче будет, вытянет. Тут плохо есть. Ох и народ, а из последних сил идет. Вообще. Ну, там с тобой какой-то дед лежал, коммунист, ты с ним намаялся. Сейчас ты нормальный, и соседи у тебя попал. Дед это второй раз, как бы, коммунист, что ли. Он меня бацилл какой-то заразил, до сих пор кашляет. Кого тебя заразил? Дед, коммунистический. Коммунистическая зараза. Коммунистическая зараза. Коммунистическая зараза. А сейчас, нет, ну, Ну, вот парень салтона фермер. Работяга такой, все. Ну, он, бога вообще не знает. Не верит. Хотя все соблюдают там тоже. Пасту он знает. Куличи там, яйца, это все есть. Потом дедушка, это привезли сегодня ночью, делали ему операцию. Не спали до утра с ним. У него сделали операцию, и у него начались здесь эти какие-то... Короче, жидкость какая-то образовалась, и мы уже сейчас чистили. Он молился, прям, и перед тем, как его операцию, и после операции, Господи помилуй, там очень нас читал. Я думал, он в церковь найдет. Оказывается, он в церковь приходит. Просто сам молится. Бывший военный. Начинаем говорить, он ничего не знает, допустим. И парнишка, который вот это, участник этих кавказских воин. Говорит, везде, говорит, прошел, вообще ни одного ранения. А это? Все. Я говорю, ну ты вспомни, нагрузки, которые там были и так далее. Он говорит, да, это, говорит, все лекарства, говорит, эти армейские. Я говорю, а что за лекарства? Да, пирамидон, говорит. То есть наркотик. Наркотик. Я говорю, что прям через одежду? Ну, говорит, на привале остановились. И команда всем воткнуть. Все хоба воткнули. Говорит, расприлился в бодрость и побежал. Прикинь, что там будет с организма? Где там какой сосок бёха замкнет? У него, короче, замкнуло все. Ему вырезали и желчный кузырь вырезали. И печень поизвезали наполовину. И, короче, желудок удосталось. Короче, вот здесь вот прокол, весь дырка. Три операции меньше, чем за две недели. Никакой. Ну, вот он заинтересовался уже. Я ему вот такую маленькую вот, у меня там есть. Я ему вот такую дал. Я говорю, ну, вот читай. Ну, вот долго там ему рассказывал. Вчера я с ним три часа беседовал, пока там все равно никого не спал. Всего такой вот суета, там туда-сюда. Пока этого деда готовят, там бреют его, там и пол ставят капельницей. Ну, то есть приводят его в содержание, чтобы на операцию вести. А мы сидимся. Чего, какая спанета? Куда спать? Все там светло, как здесь, и свечи доверяются. Короче, в конечном итоге. Страдание, это очень много страданий. Ну, люди в область обращаются в тяжелых. Я иду по коридору, там женщина, и говорю, вот там о Христе почитайте. Христос Спаситель, все слова вечной жизни. Смотрят таким дочком все. Не надо, не надо. Все злобные такие. Это тоже был сначала злобный. Ну, видишь, я же не успею со всеми поговорить. Он тоже на меня сначала такой, ну, злобный, все. А потом лежит, ну, стонет, стонет. Я уже думаю, ну, надо чего тут парня облегчить. Я говорю, и он этот, а этот, сосед мой там парень, который с алтона там, фермер, спрашивает. Парнишка, говорит, что тебе так тяжело, что ли? Что-то так. Да, я прям это, уже жить не хочу, уже все. Не надо мне, наверное, жить. Я думаю, ну, что-то совсем парень, по-русски. Я решил поддержать немного. Ну, короче, три часа с ним разговаривал. Смотрю, он такой раз, раз что-то оживает. Я говорю, и что, капельница? Лучше стало с капельницей. Он капельницу ставит. Он говорит, мне, говорит, лучше, когда вы мне о Боге рассказываете. Вот как. Ну, он прям такой раз приподнялся, приподнялся. Я говорю, слушай, мне надо Евангелие читать. Я не дочитал. Ну, я читаю страстные Евангелия. Я говорю, мне надо обязательно дочитать. Берет тут. Сейчас свет выключат. Говорю, и все. Ну, чувствую, что к концу уже деда увезли. Сейчас еще немного привезут. И все выпустят. Ну, и точно так и оказалось. Короче, так и не дочитал. Ну, немного. Пришлось с ним беседовать, беседовать. А мы сейчас проезжали, и театр молодежи, он называется. Театр Золотухина на Октябрьской площади. После театра поставили памятник, посвященный Пасхе. Вот как ты думаешь? Посвященный Пасхе? Да. И накрыли его полосой. Вот как ты думаешь? Яйцо там, наверное. Да, угадал с первого раза. Временно там будет стоять. Там, наверное, метров 10. И рядом Бобик стоит, дежурит, охраняет. Ну, яйцо, оно будет инкрустировано. Там, наверное, спаситель, там Богородица. Там, наверное, Никола Чудотворец. И с третьей стороны крест, наверное. Ну, так предполагаем. С четвертой. Наверное. Ну, что у нас? Все понятно. Для народа делают все просто. Вот парнишка этот бежит. Он очень, ну, как бы, очень настроен к вере, настроен. Ничего не знает о церкви. Церковь это так. Вот храм, и там есть поп. Туда пришел, и там хорошо. Поставил свечку, да, еще свечку поставил. За упокой, за здравие. Что еще знают? А, ну, Пасха, кулич, яйцо крашено. Все, больше никто ничего не знает. Не о Христе, не... А где, говорит, пророки живут? Спрашивает меня. Я начал. Говорю, там ангелы, пророки. А где пророки живут? Я говорю, пророки, говорю, жили в Ветхом Завете. А Ветхий Завет, это, говорит, где? Я говорю, Библию читал, читал. Начинаю разговаривать. Никто ничего не читал. Никто ничего не знает. У нас сейчас, это, мы... Там такие поверья у них есть. В Библии же, говорит, написано. И какой-то бред мне говорит. Я говорю, как это может быть написано, такой бред в Библии? На какой странице? Я даже не запоминаю. Ну, можно было бы, но не отходил. Просто не тем было возле. Мы сейчас утром молимся. Еще стали вечером в 9 молиться вместе по скайпу с Игнатем Тихоновичем. И вчера попалась семья с Украины. С Мукачевым. И главное, они молятся-то с нами-то. Ну, братья-то стоят, там, благоговейно кланяются. А они... Кто во что, гораст? Ну, там, девчонки. Ну, семья там. Человек, наверное, сколько? Человек 5-7, да? Детей только, может, 5-7, а там, взрослые еще. Вот, ну... С десяток, можно сказать, там все. Они ни секунду не стояли вот так вот. Они вот так вот шевелятся, шевелятся. Потом Никита с ними на украинском начал разговаривать. Они... Ну, они плохо по-украинскому. Да, они по-русски нормально говорят. Затем с ними по-украинскому. Ну, да, да. И на Тихоновичем... Ну, я потом... Ну, да, да, больно. Вот. Это больно. Ну, Игнать Тихоновичем про лагерь, давай, там, это... Называть деревню в лагерь, вроде как, я не знаю, нет. Ну, а этот Галиндухина, ты помнишь, у которого труба там была, эта? Это, пожалуйста, учителем там, устролог. У него еще телескоп он подарил. Нет, если помнит, он мог видеть его где-то. А где бы он его увидел бы? В лагерь. Вот надо, кстати... Ну, он опять, говорит, дети хотят... Мальчик один, говорит, на 3 месяца хочет приехать. Потеряю, который был в прошлый год. Ну, и, говорит, моя паства готова. Я вот думаю, чтобы он, ну, это, с телескопом-то, может, как-то повлияет на Романа. А Роман со всего него плоская земля, он прям так и не выходит в это состояние. Ну, плоская земля, ничего. Вот. Сейчас тут, это, 12 апреля был день космонавтики. Иногда тихо есть, говорит, кто-то позвонил, говорит, поздравьте малыша с ним космонавтиком. Говорит, да он не верит ни в космонавтику, ни в кем, Гагарина не было. Это тебя достигают. И наши, ну, совет, ну, русские сняли, ну, сейчас современный фильм о том, как все это было. Там все, всякие нюансы уже. Ну, короче, раньше, если все подробности выбрасывались, просто общее направление. Сейчас всякие нюансы, кто там кого обнимал, кто как кого приветствовал, кто там как кого напутствовал, кто что говорил, отвечал. Короче, ну, такие тонкости идут. Прям, ну, это придумать невозможно. И документальные фильмы, документальные, документальные съемки везде. И Гагарина, и вот этот, как поднимается космический корабль, этот Королев. Короче, там столько денег вложено, столько труда. Просто, и все говорят одно. То, что у нас космическая программа развилась, это деятельность одного человека, Королева. Без него ничего бы не было. Он просто был энтузиаст и удачник. Удача. У него что, не ракета, которую он возглавляет, запускает, ракета полетела. Там начинает кому-то передавать, ракета разбивалась, и все. И вот эти ракеты, которые в него летали, они до сих пор летают, все, больше ничего не летает. Новая вот сейчас залетела одна, и тут Иванов перекрестился, когда. Прошло 268 секунд. И говорят, 268 секунд прошло. И Путин стоит, и все, Иванов рядом. А Иванов и Датин Андреев, и Заблесецкий займут. Где Никита работает, я говорю. И Иванов только стоит, смотрит в небо, перекрестился. Я думаю, это надо показать. То есть, это люди, они переживают, какие могут быть банты здесь. Я даже вообще удивлен, как лучше. Обзаняться просто нечем. Это такой вот, это вот перекрестился, а он думает, что это артист, да, перекрестился? Ну, конечно, что вот просто стоят они все, вот так правительство выстроилось в этом, Плесецком. Приехали, дурью маяться, нас сонам подыгрывают. Ну, им же кто-то должен оплачивать. Приходит какой-нибудь и говорит, эй, с такими пейсами в этой шляпе и говорит, Путин, молодец, что ты стоят там, вот тебе лето. Ну, у него представление такое. А то, что авианосцы плывут к Южной Корее, к Северной, ну, Корее для того, чтобы ядерного не было удара, ну, это, ядерного взрыва не сделали корейцы. А почему? У них носитель есть, вот эта самая баллистическая ракета, которая в космос выходит и оттуда может поразить цель. Что, непонятно вот так? Вокруг Земли летает, не по плоскости куда-то там накопчет. 42 тысячи километров не по плоскости, а по кругу. Это компактно, это понятно для нас. Капелька капает, она капает кругленькая, все естественно, все, ничего такого нет. Почему все только коровьей лепешкой должно быть? И то, коровья лепешка, пока летит, она кругленькая, а теперь раз ее гравитацию, как землю, сделай, она будет, коровья лепешка, круглая, болтаться. А у него все ляпается на трех китов и потом растекается. Вообще, даже как-то немножко противно это все. Люди стараются, стараются, причем они даже никто и не спорит уже. Просто летают спутники, мы звоним по телефону, все пользуемся этим. Связями там, гаджетами этими всеми, интернетом хотим взять. Это же важная вещь. А он в это ничего не верит. Прям такой молодец. Как будто какой-то подвиг совершает. Ну что, братцы. Что, собираетесь? Да. Господи Господь.